здравствуйте здравствуйте уважаемые дамы и господа прекрасно все нормально юра говорит что можно начинать у нас сегодня тема как худеть без подсчета калорий и я вот пожалуй начну я представлюсь потому что потому что может быть есть новенькие друзья здравствуйте здравствуйте я бахтина елена моя специальность я по специальности врач акушер гинеколог генетик и всегда хотела рассказать большому количеству людей о том как мы устроены внутри как мы фурычу внутри и соответственно чтобы эти люди не нарушали права собственного организма что когда нарушаешь права собственного организма все совсем плачевно может заканчиваться скажите пожалуйста все ли нормально или я торможу буду ориентироваться все таки на мой замечательный youtube чик вот и если тут все хорошо значит все хорошо если торможу значит вырублю тик ток все нормально точно так вот а так вышло что со временем со временем это было не всегда но со временем меня стали прям слышать люди стали мне говорить о том что боже ну наконец-то здравые мысли и когда люди начинают мне прислушиваться к тому что я говорю они делают минимальные изменения в своем стиле жизни получают максимальные максимальные результаты вот значит все хорошо значит максимальные результаты меня тоже устроит то есть смотрите наша задача не перепахать все наша задача по ним понять где мы делаем ошибочку да и соответственно вот эту ошибочку и исправить а вот давайте сегодня знаете о чем поговорим вот есть такие исследования которые говорят что человек только тот человек живет долго который живет в дефиците калорий что такое дефицит калорий вот допустим моя жизнь такова что я в течение дня могу сжечь но где-то 1500 килокалорий соответственно если я буду давать себе 1500 килокалорий то я не буду набирать вес я не буду терять вес я буду примерно вот в этой поре по весу и по проценту жира в организме возможно этот процент жира в организме все-таки будет немножко подрастать в течение времени если индивидуум не занимается спортом не стимулирует к росту мышечную массу тогда он потихонечку будет терять мышечную и наращивать жировую что скорее всего вы видите есть люди которые всю жизнь в одном и том же весе но не в одной и же красоте потому что допустим женщина весила 60 килограмм в 25 лет в 30 лет и в основном состояла из мышечной ткани вот а это же женщина не в 30 а в 60 лет имеют те же самые 60 килограмм но тело уже выглядит не так прекрасно как в тридцатник папа не стоит грудь обвисла и так далее то есть происходит потеря белковые компоненты тела это кости это мышцы это коллаген это железистые ткани ну если о груди да и происходит замещение их жировой ткани но такая почему удерживается вес в одной паре и при этом растут объемы потому что жир все-таки легче чем мышца жир легче чем мышца и получается что мы мышцы теряем то есть много это много в весе мы теряем при этом замещаем жировой тканью и жировая ткань легкая и она набирается вот если женщина в одной и той же паре она набирает много жировой ткани так что это дает плюс один размер плюс два размера в одежде можете сейчас быстренько пройти вот это микро исследование может быть вы вспомните в 25 лет какой размер одежде вы носили напишите мне пожалуйста и сейчас ответьте на вопрос какой размер одежды вы сейчас носите через тире вот и у нас будет статистика в небольшой выборке но она будет статистика так вот только да есть исследования которые говорят только ограничение калорий приводит к продал большой длительности жизни я вот с этого начала но продолжила тем что если вы то на то даете то поддерживаете свой вес а что будет если давать себе энергии в пище меньше чем тратишь но будет два варианта развития событий первый вариант подплавишь жиры те которые хотел подплавить то есть похудеешь если себя будешь правильно вести вижу 46 44 то есть галина лучше выглядит чем 25 молодец вот а второй вариант развития событий если ты себя неправильно ведешь ты себя съешь ты себя съешь 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 свою мышечную массу съешь свои кости свет съешь свой коллаген и жировую прослойку в том числе то есть никто не дает гарантии что когда вы уходите на дефицит по калориям вы сжигаете только жиры вы сжигаете все подряд вот поэтому я с такой иступленностью защищаю даже если мы работаем с программе снижение веса защищаю вашу мышечную массу вашу костную ткань и вашу коллагеновую ткань с такими иступлением заставляя вас соблюдать суточную норму белка кстати об этом с этого начинается книга которая называется старости нет вот и я думаю что она сейчас по акции и я думаю что вам будет очень полезно не просто прочитать эту книгу книг полно всевозможных а это прям книга тире тренинг и я с вами 100 дней 100 дней вы получаете от меня письма сопровождением которые помогают вам оставаться в седле и пробовать 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 то сделать так чтобы у вас был результат это очень очень важно вот аста пишет было 40 размер одежды потом 42 но теперь 38 то есть аста тоже лучше чем было в 25 это говорит о чем это говорит о том что ко мне притягивается совершенно нереальные женщины очень красивые очень вдумчивые те которые улучшаются с течением времени это прекрасно друзья это прекрасно хорошо так вот давайте поговорим все-таки о калориях и как нужно себя ввести если вы уж считаете калории то как себя желательно ввести так чтобы не напортить не напортать и потому что старости нет действительно старости нет это просто потеря мышечной массы сарка пене зовется старости нет это потеря костной ткани выключить звук на компьютере а то звук двоится а сушь вы так мне поздно написали это даю раздается звук а сейчас как хорошо так сейчас лучше друзья я сейчас отрабатываю просто вещание на три канала поэтому извините и я немножко в разные стороны смотрю но ничего мы с вами все равно посчитаем сегодня калории друзья давайте просто пройдемся по одному все сейчас в инстаграме то все хорошо понятно что в инстаграме все хорошо инстаграме все должно быть хорошо так ладно разберемся считать калории или не считать калорий очень быстро разберемся потому что у меня мало времени мне еще нужно ответить на ваши вопросы считать калории или не считать калории друзья вы съели яблоко это можно оценить в калориях сколько калорий вы получили можно подумать то яблоко подумаешь 80 килокалорий подумаешь 80 килокалорий ну да но просто некоторые на одном яблоке не останавливаются и после яблоко еще что-то идет вот то есть любое продукт который мы сидим и с вами съедаем на самом деле он в себе кроет количество какое-то количество килокалорий и любая деятельность которую мы себе позволяем в течение дня она в себе кроет какое-то количество килокалорий ну например я боже сколько получается я полчаса бегу на беговой дорожке и сжигаю 300 килокалорий если я буду бежать целый час я сожгу 600 килокалорий вся ваша жизнь тоже берет какое-то количество килокалорий даже если вы лежите на диванчике ничем не занимаетесь вы все равно сжигаете какое-то количество килокалорий какое можете посчитать каждый 450 грамм вашей мышечной массы только здесь надо знать именно вашу мышечную массу они общий вес чтобы его узнать есть такие приборы которые называются анализаторы структуры тела например я точно знаю вот сегодня взвешивалась у меня 43 килограмма мышечной массы из всей моей массы 43 мышечной так вот вот 43 каждый 450 грамм этой плоти сжигает 14 килокалорий сжигает 400 14 килокалорий и так можно просчитать собственно говоря с какой у меня основной объем обмен основной обмен это когда вы ничем особенно особенно не занимаетесь течение дня просто лежите на диване вот и вот так вот существует вот это будет основной обмен это то что вот мозг тратит то что сердце на сердечное сокращение тратит но может быть там мышцы немножко работают пока вы идете в туалет возвращаетесь и так далее вот это вот она это называется основной обмен и вот этот основной обмен это количество калорий вот не знаю посчитайте но по моему у меня в районе 1200 я обязана себе дать иначе мое тело может на меня обидится и сказать ну хорошо не даешь нам на основные вещи вот да еще и бегаешь да классно значит мы будем запасать вот чтобы этого не происходило давайте возьмем и посчитаем например завтрак есть девочки которые выбирают на завтрак овсяную кашу на воде мы возьмем одинаковые грамма жид 150 грамм овсяная каша есть девочки которые выберут омлет сыром что у нас по белкам в этой овсяной каши четыре с половиной грамма белка в овсяной каши 150 грамм вот а углеводов углеводов 22 с половиной грамм что такое 22 с половиной грамм это одна столовая ложка 15 грамм 2 чайный нет одна столовая ложка 15 грамм 1 чайная это уже 20 с горкой 1 столовая 1 чайная с горкой хорошо и а я выбрала омлет сыром и я получила в омлете сыром целых 24 грамма белка это очень хорошо это пойдет не только на жизненно важные органы а на построение всего-всего моего тела по углеводам ничего не дала вот и разница а теперь смотрим килокалорий разница приличная если вы овсянку выбрали всего лишь 132 килокалорий а я омлет сыром выбрала и целых 500 килокалорий взяла хорошо давайте пойдем дальше возьмем обед девочка которая экономит калории она выберет винегрет с фасолью вот а девочка который не экономит калории ну например я я возьму лосось грилёванный было грилёванный лосос 150 грамм и например винегрет с фасолью тоже 150 грамм вроде бы объем пищи одинаковый но вы получите 5 грамм белка а я получу 30 грамм белка вы получите мало калорий 136 очень мало а я получу почти 500 424 да я получу много калорий но я получу в итоге суточную норму белка почему так происходит почему я получаю больше энергии в килокалориях потому что белки при сжигании над газовой горелкой дают вот один грамм белков вы сожжете над газовой горелкой получить получите энергию тепловую которая нагреет 4 грамма воды на 1 градус цельсия таким образом ученые поняли что если один грамм белков сжечь над газовой горелкой то получишь вот эти четыре килокалорий это условная такая единица а если 1 грамм жиров сжечь на тоже газовой горелкой ты получишь уже 9 килокалорий энергии потому что ты сможешь нагреть целых 9 миллилитров воды 1 на 1 градус цельсия вот что же по по углеводам тоже 4 килокалорий то есть когда вы сжигаете 1 грамм углеводов в лабораторных условиях над газовой горелкой то вы получаете выделяется столько энергии что эта энергия способна нагреть 4 миллилитра воды на 1 градус цельсия вот так вот и родилось как бы описание энергетической ценности пищи в виде килокалорий вот а теперь еще одно важное наблюдение которое нам нужно вот смотрите я беру что-то такое белок содержащие тот же самый лосось грилёванный содержится большое количество белка белок дружит с жирами поэтому у меня в итоге много килокалорий если я беру что-то не белок содержащие винегрет с фасолью то я получаю мало белков я получаю мало жиров видите а килокалорий получается тоже мало но как правило в таких продуктах содержится достаточно большое количество углеводов что такое 19 грамм углеводов в 150 грамм вашего винегрета и тут же ответ на вопрос лена я ела на новый год только салатики это винегрет это селедка под шубой это оливье она брала три килограмма первое много ела второе посмотрите в 150 граммах содержится этого винегрета 19 грамм углеводов напоминаю если вы даете передозировку по энергии которая к вам заходит то особенно если это передозировка по углеводам то что происходит происходит то что эти углеводы лишняя глюкоза переводится в жир на ваших боках а теперь давайте эти углеводы переведем столовые ложки сахара чтобы вы понимали вы съели всего лишь 150 грамм винегрета не забалуешь вот этой этой количеством не забалуешь но получили 19 грамм углеводов это что такое это 1 столовая 15 и 1 чайная ложка сахара вашей крыли хорошо идем дальше друзья пока следите пока следите сейчас я все это дело уложу вам так чтобы было понятно а вот и теперь у нас время ужина и нам нужно опять-таки сравнить девочку которая экономит калории и девочка которая не экономит калории смотрите я вам дала базовый такой очень легкий принципиально упрощал упростила этот рацион потому что он таким простым рационом люди не питаются никто баранину вареную в чистом виде и не ест конечно к ней можно взять пол ведра салата но этот салат мы не будем с вами считать потому что он содержит помидорчики огурчики зелень ну не знаю там какие-нибудь патиссончики не будем мы на него обращать внимание вот а девочка которая экономит килокалории она возьмет 100 грамм картофеля и тоже пол ведра салата и что мы получим в итоге так что экономит 82 килокалории получил это очень мало а то что баранину села она 24 грамма белка получила 20 грамм жиров и ясное дело значительно больше килокалорий почти 300 уже джирами вывод 2 если белков и жиров мало скорее всего много углеводов вывод 3 уже для вас друзья человек может наесться или был белок содержащими продуктами или углевод сложными углевод содержащими продуктами и вам нужно выбрать чем вы будете наедаться сразу объясняю наедаться белок содержащими продуктами выгоднее потому что вы себя строите из белков и жиров напоминаю вы состоите из клеток клетки это сплошные биологические мембраны двойной слой чего жиров не углеводов жиров кое-где встроенная молекулы белка жиры даем белок который работает как проводящий канал даем все классно если вы выбираете наедаться сложными крахмалистыми углеводами вы абсолютно точно будете в дефиците калорий но я должна сказать что на так на таком стиле питания вы долго просто не продержитесь потому что тело начинает страдать тело начинает говорить мне не с чего себя построить ты не даешь суточную норму белка мне я вынуждена вызвать кортизольную реакцию выброс кортизола чтобы кортизол пошел в мышечную ткань разобрал мышцы они тоже нужны они состоят из белка но разобрал мышцы с образованием аминокислот чтобы из этих аминокислот сделать жизнь на важные вещи гормоны ферменты антитела как минимум как минимум а также построение жизненно важных органов сердце печень почки и так далее понимаете мою идею подождите вопросы вы можете конечно да друзья но у нас сегодня проверка я сегодня вышла еще в тик ток если совсем все будет плохо значит значит тогда будут буду как по старенькому работать вот пока меня понятно и так кто же придумал калории и кто их видел своими глазами никто конечно калории своими глазами не видел сантиметр видел а калории не очень да вот но мы с вами же разобрались что а в тот век когда развивалась очень бурными темпами термодинамика это наука а вот наконец люди решили измерить энергетическую как бы ценность пищи и догадались над газовой горелкой сжечь грамм углеводов грамм белков и грамм жиров и получили грамм углеводов 4 килокалорий грамм белков 4 килокалорий и грамм жиров 9 килокалорий но так как белки всегда дружат с жирами не бывает бывает чисто белковые вещи например куриная грудка бывает чисто жировые вещи например сало бывает чисто углеводные вещи но почти чисто углеводные вещи например там та же самая мука да но в основном это сложные комбинации и это все легло в основу диетологии и вот сейчас диетологи до сих пор уже 120 лет проект прошло с этого момента как это все было описано до сих пор пользуются этой моделью а мы сегодня должны с вами немножко поспорить с этой модели дело в том что вот основа основоположник вот этой модели был олен эту оттар действительно этой модели 120 лет действительно и до сих пор пользуются диетологи но эту оттар к концу своей жизни заподозил что-то неладное а что именно неладное не билась вот его этой теория вроде бы стройная до 4 4 9 килокалорий не билась с клиническими наблюдениями вот вроде бы человек ест маленькое количество килокалорий но все это простыми или сложными углеводами и все равно он не может потерять вес но у это от 1 с одной стороны не было возможности поменять эту ситуацию потому что у него еще было мало было мало открытий в том числе в области физиологии на тот момент вот каких открытий сейчас попью воды и скажу вам было очень плохо изучена физиология переваривания пищи вот смотрите вы съели что-то сугубо белковая почти почти сугубо белковая это куриная грудка пока вы живете куриную грудку в ротовой полости с белком этим ничего не происходит вам нужно проглотить куриную грудку чтобы она попала в желудок и там в нее вцепится соляная кислота дай бог ей здоровья если она еще есть и вцепится протеазы это ферменты которые расщепляют белки очень грубо вот в длинная белковая молекула грубо расстригают по определенным связям потом это все пойдет в тонкие в 12 перстную кишку где встретиться с ферментами которые придут из подживудочной железы и вот эти ферменты уже эти грубые грубые фрагменты белка расстригут на менее грубые менее длинные потом это пойдет дальше в кишку и там много клеточек которые выстилают слизистую оболочку тонкой кишки они выделяют бешеное количество ферментов и 60 процентов успеха в переваривании вашего белка именно на этих клеточек что они сделают они оторвут каждую аминокислоту от другой и сложную белковую молекулу пояс товарняк такой из аминокислоток содержащий превратят в набор аминокислот эти аминокислоты всосутся в кровоток аминокислоты пришли в кровоток и головной мозг будет о мне тирозин мне там фенилаланин и вот эту аминокислоту печень говорит а мне вот эти аминокислоты почки говорит а мне эти и все жизненно важные органы разберут все что надо если вы не дали суточную норма белка дали 30 процентов экономите калории или 40 процентов от вашей суточной нормы тогда хватит только жизненно важным органам понимаете поэтому я настаиваю потому что я хочу защищать вашу мышечную массу костную массу и коллагеновую мазу я настаиваю на применение суточной нормы белка это немного смотрите если вот к примеру вы весите 70 килограмм значит вам нужно 70 грамм белка возьмите эти 70 грамм белка которые вы распределите в течение дня и умножьте условно на 4 килокалорий сколько это будет 70 умножить на 4 всего лишь 280 килокалорий согласны это много это немного но никто не ест только сухой белок да белок всегда дружит жирами это мы запомнили дальше идем дальше почему так важно использовать но это я уже сказала мы получили с вами жиры например вы выпили две столовые ложки подсолнечного не дай бог но лучше оливкового масла а в ротовой полости ничего с этим оливковым маслом или сливочным маслом или подсолнечным не будет происходить его нужно проглотить но не тут-то было в желудке это от этого не знал в желудке тоже это подсолнечное масло сливочное масло или на ваше сало она будет просто стоять и ждать потому что желудок занимается только белками потом это все будет выплюнуто в 12 перстную кишку и тут то начинается процесс обработки жиров друзья вот для чего нам нужен желчный пузырь вижу что вы задавали вопросы подождите сейчас я попытаюсь его на вопросы ответить и тему дать желчный пузырь должен видеть он понимает что вы сели за стол что вам пахнет что у вас вы смотрите на еду и там сложная система команд в общем выделяется желчь желчный пузырь сокращается и выделай выделяет желчь в 12 перстную кишку и это желчь должна эмульгировать жиры ваши пищевые эмульгировать самый простой пример эмульсии это молоко она белая потому что там микроскопические такие вот кругляшки и такие как капельки жира да вот молоко вот в такое молоко наши наши пищевые жиры должны быть превращены в конечном итоге чем лучше эмульгация тем лучше пищеварение в целом плюс 12 перстная кишка говорит вот вам пожалуйста липазы липазы способны сложные жиры расщепить до простых и так далее и доделывает этот процесс по ходу желудочно кишечного тракта друзья у нас много метров тонкой кишки вся тонкая кишка переваривает пищу в том числе и жиры но эмульгированные жиры если вы жиры не эмульгируйте застой желчи вы питаетесь очень хаотично и не в же время и пропускаете приемы пищи или ваш желчный пузырь набитый камнями или что-то еще такое но в общем не будет нормальной эмульгации и тогда весь процесс переваривания пищи летит в тартарары будут плохо перевариваться и белки и ну с углеводами проще но все же идем дальше да куда деваются жиры которые переварились глицерин свободные жирные кислоты и и и идут в кровоток а вот частично про проходя через через лимфу проходя через лимфу глицерин сразу в кровоток свободной жирной кислоты холестерин проходя через лимфу то есть это так как это жирорастворимые водонерастворимые вещи, они идут в лимфу и только потом сбрасываются в кровоток. Друзья, напоминаю, наша клетка это сплошные биологические мембраны. Биологические мембраны нужно строить и нам пищевые жиры нужны не для того, чтобы их отложить в виде жира на боках, нет, а для того, чтобы построить биологические мембраны. И надо еще умудриться переварить пищевые жиры. И я общаюсь с большим количеством людей и многие из них за 100. Поверьте мне, они не переедают жиры, а вес просто зашкаливающий, а они не переедают жиры, друзья. То есть оставьте эту идею, я жирная, просто ем много жирной, оставьте идею обезжиривания пищи, потому что до тех пор, пока вы находитесь в этой парадигме, ваше здоровье только ухудшается. Ну и захотите я вам докажу и эту, ну собственно говоря, я книгу написала, чтобы вам доказать эту парадигму, чтобы вас сместить с парадигмы. Я полная, потому что ем много жиров. Нет, вы полная, потому что вы кушаете много углеводов. И эти лишние углеводы не нужны, как энергия, не сжигаются, а откладываются в каждой клетке в виде жира. В виде жира. Вот, структура клетчатой мембраны, да. Теперь поговорим по поводу углеводов. Если поддержать углеводы во рту, вот есть такое даже у йогов особенно, да, вы должны очень-очень долго жевать, чтобы твёрдое стало жидким, да, чтобы твёрдое можно было выпить. Нужно очень-очень долго жевать, сколько там жевательных движений сделать. Для чего? Для того, чтобы задействовать ротовые амилазы, которые расщепят крахмал, сахарозу, лактозу до отдельных простых углеводов. Что это такое простые углеводы? Глюкоза, фруктоза. Поэтому, когда вы берёте хлебный мякиш и держите его долго во рту, жуёте, 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 не глотаете, вы начинаете со временем чувствовать, что тоже немножечко сладковатый вкус. Вот, то есть углеводами занимаются в ротовой полости. Если вы умудрились в рот положить что-то такое вообще сладкое, глюкозу или фруктозу, ей вообще, им вообще не нужно никакого расщепления, и сахарозе особо расщепления не нужно. Сахароза это глюкоза плюс фруктоза, ваш обычный столовый сахар. Вы ферментом амилазы расщепили отдельно до глюкозы, отдельно для фруктозы, они бухнулись в кровоток из сублингвального пространства. Даже не надо глотать. Даже глотать не надо. Вот так вот начинают перевариваться углеводы, прям в ротовой полости. Если вы проглотите углеводы, то они придут в желудок и там будут стоять и ждать, пока их пропустят дальше. Потому что в желудке только занимаются чем? Белком. Поэтому есть такое понятие, как раздельное питание. Если вы используете мясико вместе с макарончиками, мясико это белок. Он будет долго стоять в желудке и перевариваться. А макарончики это крахмалы. Они будут долго вместе с мясиком стоять в желудке, напитывая в себя соляную кислоту. Мешая соляной кислоте заниматься белками с одной стороны. Набухая за счет соков желудка и впитывая в себя эту кислятину. И потом все вместе они бухаются в надсперстную кишку, в которой щелочная среда. Происходит ожог слизистой оболочки. Рано или поздно так или иначе будет какой-нибудь гастродолдомит. Именно поэтому на раздельном питании люди получают исцеление желудочно-кишечного тракта. Понимаете, да? Именно поэтому люди говорят, не надо кушать котлетки вместе с картошечкой. То есть это несовместимые вещи. Хотите поесть крахмалистых углеводов? Велком. Но только это самостоятельный прием пищи. Хотите поесть котлеток или отбивную? Пожалуйста, не с крахмалистыми, а с клетчаточными углеводами. То есть с салатиком. Потому что клетчатка, она не сможет на себя набрать какое-то там большое количество соляной кислоты. Но клетчатка и клетчатка. Хотя клетчатка тоже будет стоять и ждать, пока белок будет переварен. Клетчатка, ну, сложно набухание получить. Допустим, вы наелись листьев салата. Это клетчатка, содержащая вещи. Вот. Не будут они набухать за счет содержимого вашего желудка. В конечном итоге это все попадает в тонкий кишечник. И здесь уже работают амилазы. Это ферменты, которые щепляют углеводы. Амилазы поджелудочной железы. Дальше все идет по ходу тонкой кишки. И там тоже что? Ферменты кишечной стенки. Прекрасно. В конечном итоге все разбирается до глюкозы, фруктозы. И идет в кровоток. Ну, галактоза еще. И все это идет в кровоток. Все. То есть, смотрите, легко ли получить, легко ли расщепить углеводы? Легко. Легко ли расщепить белки? Легко ли расщепить жиры? Самый сложный для расщепления продукт жиры. Потому что и поджелудочная должна хорошо работать, и желчный пузырь должен хорошо работать. То есть, вы кушаете три вида продуктов. Белок сложно, жиры сложно, углеводы расщепить, можете даже не глотать. Очень легко. Есть вывод. Один вывод есть. Поэтому, имея этот вывод, давайте еще раз повторно проанализируем ситуацию, которую не знал Этуотер. Так что, один грамм углеводов 4 килокалории? Возможно. Возможно. Так что, один грамм белков 4 килокалории? А вы скажите, у этого человека нет ли атрофического гастрита? И я скажу вам, так это или нет. Так что, один грамм жиров 9 килокалорий? А вы скажите, нет ли у этого человека желчекаменной болезни? Как у него работает желчный пузырь? И я скажу, один грамм это 9 килокалорий или нет. Друзья, но это не все. Но это не все. Это не все. Дело в том, что мы продолжаем, как Этуотер, думать, что человеческий организм работает по законам термодинамики. Это количество теплоты равно изменение внутренней энергии тела, умноженное на работу совершаем. Ну, вот что-то такое очень простое. Но, правда, не первый закон термодинамики. Но мы с вами не работаем прям по закону термодинамики. И это стало известно другому замечательному исследователю, который дали вообще Нобелевскую премию. Он открыл, как работает реальное сжигание пищевых веществ в живой клетке, не по закону термодинамики. А вот в этом цикле, который называется цикл тригорбоновых кислот или цикл Крепс. Друзья, и прям была дана Нобелевская премия, и это Крепс. Собственно говоря, Крепс 1937 год. Переворот было установлено, как сжигается глюкоза в цикле Крепса. И этого не мог знать Этуотер. И это просто переворот должен был быть в сознании. И после этого открытия диетологи не имели бы права работать с калориями, так как предложил Этуотер. Понимаете, в чём дело? Но что-то пошло не так. Давайте ещё углублю немножечко ситуацию. Эта ситуация очень подробно описана в книге, которая называется «Старости нет». Но в шутках при болотках, в примерах, в «О печени сказала, о почке ответили», но так, чтобы вы поняли. Извините, может быть я сегодня как-то так, не знаю, у меня сегодня настроение поглубже сказать, вот поглубже говорю. Так вот, смотрите, вот у вас клетка. В клетке есть единственное место, где можно сжечь белки и жиры и углеводы. Это митохондрия. Просто митохондрия много, в мышечной клетке 30 тысяч митохондрии. Но мы берём и выбираем только одну митохондрию. Вот это одна митохондрия. В какие условия нужно себя поместить, чтобы эта клетка взяла вашу глюкозу, то есть углеводы, которые вы съели, и сожгла с образованием энергии? В какие условия себя нужно поместить? Да не в какие. Если вы сегодня ели сложные углеводы, простые углеводы и работали этой клеткой. Допустим, вот я сегодня получасовую пробежку сделала и полчаса была в спортивном зале. И я сегодня, допустим, после этого поела углеводы. То есть моя клетка сработала и она хочет энергию. Я её энергию АТФ потратила. Соответственно, она схватит углевод из кровотока, запихнёт внутрь клетки. Потом митохондрия схватит, привлечёт к себе эту глюкозу и сожжёт у себя в камине, в митохондрии. И я получу, клетка получит энергию, углекислый газ, это всё в присутствии кислорода, кстати, происходит, и воду. Прекрасно, прекрасно, прям прекрасно. А так оно и происходит. Если я сегодня не бегала, не занималась в спортивном зале, лежала и ела тортик, когда закончила тортик, съела лапшу, когда закончила лапшу, заказала пиццу, когда заказала пиццу, что-нибудь ещё такое съела. Вот, клетка не запрашивала энергию, а я всё даю углеводы и даю углеводы. Вот тогда клетка вынуждена будет по механизму работы инсулина захватить глюкозу из кровотока, потому что там она опасна. Высокий уровень глюкозы в кровотоке – это ужасно. Запихнуть внутрь клетки. Запихнули. А клетка говорит, а мне энергия не нужна. Ну ладно, давай сделаем запасное питательное вещество, говорит клетка, гликоген. А мне гликоген не нужен. Она и вчера лежала и ела. Она и вчера не двигалась. Она вообще в последний раз бегала или на физкультуре занималась в 11 классе, ей 50. Говорит клетка. Так, а что мы будем делать с этими лишними углеводами, говорит клетка. Что, что, в жир превращать? Это самый крутой способ. Знаете, есть архив, который мало информации содержит, а есть очень такой плотный архив, который много информации содержит. То же самое гликоген и жиры. Есть архив, который мало энергии содержит, а есть, который прям очень плотный архив. Жировая молекула – это много-много запасенной энергии, заархивированной энергии. Хорошо, друзья. мы сейчас с вами помните мою мысль мы сейчас разбираемся один грамм углеводов равно ли 4 килокалории ладно один грамм белков равно ли 4 килокалории вот допустим та же самая которая сегодня не бегала не занималась ничем не ничего не дело только ела ела но я ела и белки я ела и углеводы и жиры не только одни углеводы вот не белки а именно аминокислоты проникли в кровоток и надо что-то с ними сделать пойдут ли эти аминокислоты на сжигание в том самом цикле крепса не пойдут дураков нет сжигать ценные вещи из которых можно построить биологические мембраны мозга сердце печени из белков из аминокислот можно антитела построить можно ферменты можно гормоны построить никакой идиот не может не будет сжигать аминокислоты в этом цикле крепца если есть углевод понимаете то есть для того чтобы белки пошли в топку надо не дать углеводы вообще не дать углеводы совсем не дать углеводы и не факт что при этом белки пойдут в топку потому что есть жиры нафига клетка запасает архивирует энергию виде жиров на тот случае если ну что-то произошло что-то пошло не так например наша виртуальная женщина совсем перестала есть она не только не углеводы не дает она и белки не дает и жиры не дает она просто закрыла рот скотчем и решила поголодать и тогда клетка говорит что-то давно не было у нас источника энергии глюкозы на что голодает что вот но у клеток нет понимаете не глаз не рук посмотреть на хозяйку снаружи нет возможности они просто чувствуют что нет глюкозы в крови да что же это такое да что же это такое но друзья ну давайте где-то брать эту энергию говорят в клетке существенно же есть жиры может быть мы их сожжем это липолиз который очень интересен на самом деле всем женщинам и всем мужчинам у которых балкон живот но а нужно убрать углеводы из пищи для того чтобы жиры пошли в цикл крепца были сожжены с образованием гигантского количества от и гигантского сравните 1 маг молекула глюкозы 38 молекул от 38 батареечек энергии а одна молекула жира 131 гигантская скажите мне пожалуйста 1 грамм жиров равен 9 килокалорий или нет доходит идет но это сложная вещь я как могу так объясняю понимаете в чем дело а теперь внимание есть такие девицы красавицы которые уходят на голод на 7 дней на 21 день вот среди них есть красивые люди но их немного понимаете по-прежнему быть худой и быть красивой это разные вещи очень разные вещи когда вы пошли на голодовку то вы не даете белок и не защищаете свою мышечную костную и коллагеновую ткань но вы не даете углеводы соответственно организм залезет либо в жиры что вы хотите чтобы он сделал вы же голодаете что в том числе сбросит лишний вес и он сразу потому что вы не даете суточную новую белка лезет ваши мышцы для того чтобы их расщепить кортизольным механизмом образовать смесь аминокислот и построить сегодня то без чего вы сегодня завтра не сможете жить и теперь еще раз ответьте на вопрос это что правда что один грамм углеводов которые вы съели это 4 килокалорий один браку глорам белков 4 калорий и один глав грамм жиров это 9 килокалорий вы уже считаете что это путающая технология я считаю что это путающая технология однозначно друзья кто не верит смотрите глюкоза превращается в перуват перуват идет внутрь митохондрии это топка это камин и здесь у нее два пути видите превращается в цитрат либо он дальше прокрутиться по циклу трикарбоновых кислот и будет энергия либо если энергия не нужна цитрат вернется в метах в цитоплазму клетку и будет ваш лишний холестерин и ваши новые трети у глицерина новые жиры это очевидно это общедоступная информация друзья что я выбираю если я считаю калории я выбираю овсянку видны винегрет и картофель вареный чтобы получить 350 килокалорий но плюс еще столько же еды но только в виде живых салатов или тушеных салатов к примеру потому что 400 грамм пищи не ноги протянешь на самом деле вообще на этом рационе едва он он настолько дефицитный что это практически я вам писала рацион практически голод едва прикрытые овсяной каши винегретом картофеля но это очень низко угли низкокалорийно но при том что это очень низкокалорийно это очень мало по белку 12 грамм по жарам 7 грамм это ни о чем и по углеводам 58 это почти 4 столовые ложки сахара вот именно они будут сожжены потому что в день это мало это все равно низкоуглеводное питание день это мало вам этого хватит просто чтобы ноги не притянули и при этом при всем другую девочку берем которая выбрала на на завтрак омлет 150 грамм и нажракалась прям и лосось 150 грамм и прям ей хорошо она не переела баранина 100 грамм 100 грамм баранины вы не переку не переедите и со с этим совсем тоже живые салаты или тушеные салаты так вот она получила 80 грамм белка это очень прилично в том числе хватит на построение нежизненно важной кожи костей мышц и она получила по углеводам минимум минимумуру до одной чайной ложки если переводить на сахар а по калориям юра посчитал мой калораж минимальный основной обмен сколько я трачу если лежу на диване я 1300 должна тратить да вот а она дала себе 1228 то есть она все равно в дефиците калорий потому что почему я это решила обсудить потому что многие сейчас в чатах очень многие люди сейчас купили книгу старости нет вот и потихоньку начинает вот следовать до следовать идти по этой системе вот и задаются вопросом а как же дефицит калорий а вы в дефиците калорий находясь на низкоуглеводном питании вы все равно в дефиците калорий но вы защищаете свою мышечную ткань костную ткань коллаген кожу вы создаете все необходимые белки которые работают в вашем теле но вы даете себе дефицит по углеводам и ваша клетка думает боже ну что ж она не дает мне энергии залезу калорий депо и сделаю из 52 размера 38 поставьте какие-то плюсики этой трансляции что что у вас там какая возможность есть если дошло если она если я тот человек который вам это все-таки донес в конечном итоге finally друзья очень важно приверженность стилю питания история ну как даже уже закончится эта диета чтоб я могла спокойно есть шоколад не ну смысле его сейчас ем ну как-то мне от этого неспокойно это не о приверженности вы будете иметь стабильный классный развивающийся результат если вы влюбитесь в стиль питания и начнете обожать физическую нагрузку другого варианта нет вы не можете обожать быть в проголодь на том рационе что я вам расписала на 350 килокалорий вы будете постоянно подъедать потому что углеводов есть одна очень неприятная черта их ли и легко переесть и когда вы даете углеводы растет уровень инсулина который быстренько глюкозу по клеткам запихнул и вы на ну ну почти но на низко на тиск низкой дозировки по глюкозе находитесь и это называется жор и он сильнее вас вы сейчас объелись углеводами а утром думаете зачем вы это сделали а потому что вы тогда себя не контролировали по белкам по жирам такого нет если бы жиры на ваших боках были результатом переедания вами жирной пищей то с какой стати работала бы кето диета я не пропагандирую кето диет нет спокойно я ею не занимаюсь но я знаю что на ней прекрасные результаты почему не потому что там люди заливаются жиром а они заливаются жиром если ты не даешь себе там 100 грамм жира в течение дня ты не кидай не кетоген и дед а вот а потому что она экстремально низкоуглеводная эта диета экстремально низкоуглеводная там количество углеводов даже меньше 50 и почему-то не следящее экстремально низкоуглеводная почему-то не следящее за суточная норма белка что меня честно говоря и расстраивает и ну как можно было не догадаться я не знаю а результаты ну как бы у нас что в кетогенной диете что тот подход который я пропагандирую они идентичны и приверженность питанию это не диета друзья это питание в котором вы вы в него влюбляетесь и всю жизнь с этим питанием суточная норма белка на жиры не обращаем внимание специально ими не заливаемся а по углеводам я вас научу контр регулировать у вас прям тумблер такой в мозгу образуется так ну что у меня еще есть лишний вес ограничиваем углеводы пошел вес пошли объем или не отдала сегодня сегодня каждые семь дней с вас будут просить просить отчет отчет друзья кто уже меня смотрит кто у меня уже слушать кто читает книгу старость нет и не отдаете мне отчет это вы недорабатывать я сижу в чате и я готова смотреть ваши отчеты если вы мне не даете отчет значит вам что не нужен результат мне нужен результат поэтому мне в чат пожалуйста отчет бросайте то что если там все классно вы всех возбудите если там результат ну как бы минимальный или нет результата то я начну у вас спрашивать задавать вопросы мы выйдем все равно на результат вот для чего это делает кто еще не 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 читал книгу старости нет она сейчас по скидке пожалуйста присоединяйтесь друзья теперь по поводу по поводу не кормить теперь по поводу у меня лишний всего лишь 10 килограмм просто не буду есть сяду там на голодовку и сброшу что там такое особенно если лишние 5 килограмм нужно 5 дней на яблоках и все хорошо но это в 30 лет 5 дней на яблоках и все хорошо а сейчас заметили что сложнее кто заметил что сейчас сложнее двоечку поставьте в чат а кто заметил что можно на яблоках минус 5 килограмм или на какой-то гречки можно минус 5 на зеленый или там на рисе а потом что эти килограммы возвращаются с пленными до троечку поставьте кто это заметит потому что клетка злопамятна стрессовая система наша злопамятна если вы закрыли рот и ничего не кушаете и обижаете свое тело и клетки не из чего делать белки необходимы и она занимают у соседок а соседки в тоже в таком же дефиците то начните начните есть вот только начните есть и клетка начнет запасать потому что у хозяйки время от времени крыша съедает нас езжает на биквей и она отключает просто вообще любую возможность получить энергию поэтому говорю приверженность надо влюбиться в тот стиль питания который вам обеспечивает сначала возврат к оптимальный вес ростовому соотношению тумблер по углеводам уменьшаем количество блик углеводов контролируем их гликемический индекс если надо это описано в книге и гликемическую нагрузку это если есть нарушение углеводного обмена лично у вас потом вы достигли оптимальный вес ростового соотношения и боитесь еще немножко загремите костями тогда тумблер вы можете сместить него не в сторону увеличения количества углеводов а расширить гликемический индекс и это есть счастье пищевое друзья что такое счастье это не только отсутствие болезни но это еще и здоровье что такое здоровье это не только отсутствие болезни но эмоциональное здоровье что такое счастье это когда у тебя мало запретов или их практически нет когда ты себе можешь позволить все я сейчас о пищевом счастье говорю очень многие люди живут в каких-то странных с одной стороны иллюзия с другой стороны запретах я так не хотела жить друзья я нормальный человек я люблю вкусно поесть вот это к вопросу о том я не пойду к ней потому что начнет начнет вот это вот молоко нельзя глютен нельзя алкоголь нельзя покурить нельзя да делайте что хотите делайте что хотите вы взрослые люди друзья я не училка младших классов просто друзья надо определиться если вы не можете ничего сделать лишний вес если ваша талия больше 80 вы заходите на территорию болезни вот туда нельзя заходить на территорию болезни нельзя и можете себе представить что книга старости нет это волшебная интеллектуальная таблетка которая возьмет вас за попу и вытащит с территории болезни выйти из метаболического синдрома талия меньше 80 выйти из инсулинорезистентности инсулин нормализуется потом уходит вес потому что можно загреметь и в сахарный диабет оттуда выход какой никакой но с диабетиками мы тоже работаем в чате но уже с помощью глюкометра раз и не было такого человека как я который мог бы вам объяснить аспекты низкоуглеводного питания до того как вы заработали сахарный диабет 2 типа то позвольте мне быть тем человеком который научит вас чтобы ваш глюкометр стал вашим учителем пока вы дышите никогда не поздно понимаете так выводы мы не считаем калорий мы считаем количество белка и доводим его до суточной нормы 1 грамм на килограмм веса для женщин 1,2 грамма белка на 1 килограмм для мужчин можно больше но это описано в книге там есть четыре предрасти передостережение кому нельзя четыре категории людей кому нельзя используйте только сложные и не крахмалистые углеводы это касается всех на самом деле вот но особенно тех людей у которых лишний вес и в течение недели ближайшие давайте если хотите попробовать без меня в течение ближайшей недели сделайте так что вы не ложитесь спать до тех пор пока ваш шагомер вам не покажет что вы прошли цель поставьте цель хотя бы 10 тысяч шагов чтобы были хоть какие-то энергозатраты кто уже ходит 10 тысяч шагов но все равно пухленький все равно объем талии больше 80 значит выходите с низкой интенсивностью для этого я собственно говорю и загоняю вас в книгу старости нет потому что это чтение книги 100 дней сопровождения в виде писем вот вам отсылают письма и чат поддержки со мной вот это вот выводы почему я имею право об этом говорить потому что в 38 лет я вы не выглядит выглядела как тетка сейчас мне 50 вот в апреле я выгляжу намного лучше прям хорошо выгляжу что там греха той классно я выгляжу это к вопросу ближе к полтиннику сложно управлять весом сложнее ну это не значит что невозможно вот это я тут извините показываю картинки но только только в ю тубе в больше не буду я просто не могу больше нигде показать вот это сначала я получил результат нас на своей семье это а дочечка наша старшая пышная красивая девочка но хотела быть стройникой березкой друзья работает вот и потом я пошла конечно уже по знакомым знакомых знакомым это виктория она себе на 50-летие подарила прекрасный подарок минус 50 килограмм живого веса ничего нигде не обвисло почему потому что она слушала меня и делала это через физическую нагрузку прям завела себе личного тренера влюбилась прям в девочку в души в ней не чает а девочка в ней вот плюс суточная норма белка это я вам дала сегодня теорию теорию но потому что иногда такие вопросы на в чате вот по книге что мне надо дать эту теорию она дана в книге но немножко с другого ракурса теперь отвечая на вопросы друзьям поехали давайте у кого были вопросы у нас еще полчасика по отвечать мне на вопрос так вижу что все хорошо 30 лет лариса 30 лет у меня фигура другая была кортизол съел ноги теперь худые живот большой а вес меньше да смотрите были опять-таки исследования которые просматривали большое количество женщин и сопоставляли большие рандомизированные исследования или проспективные исследования это когда долгое время следят за человеком какова будет у него история по его здоровью это взяли люди женщин у которых случился рак женской половой сферы и выяснилось что в больше даже не не нужно иметь лишний вес достаточно иметь большую талию чтобы повысить свои шансы на развитие рака молочной железы причем каждый 10 сантиметров плюсом к 80 сантиметров талии повышает риск человека женщины иметь рак молочной железы на 25 процентов вот вот это вот фигура фигура когда чупа-чупс на двух тоненьких ножках это висцеральный жир это висцеральный жир тот который накапливается реально вокруг талии и это тоже проделки высокоуглеводного питания то есть углеводов не так много чтобы дать вам прям ожирение но нас достаточно много чтобы дать вам висцеральный жир и кортизольный механизм там тоже есть но за счет того что уровень инсулина подрастает а инсулин стрессовый гормон и он дразнит этот кортизол кортизол быстрее срабатывает вот поэтому вот так вот почему тоненькие ножки худые ножки ну потому что нет мышечной массы вот например у меня структура тело такая я состою из минимального количества мышц ну то есть такая как называется дрыщ вот поэтому как только я начала полнеть я вам фотку показывал я сразу стала чупа-чупсом на таких же худых ножках как всегда было фигура яблоко до фигура яблок то есть я стала проспел перспективно перспективно быстро терять мышечную массу продолжать и при этом набирать жир но не везде 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 а вот в районе талии и когда это увидела я просто сказала себе что же я так не хочу делай что хочешь что есть на ужин то же самое что на обед берете высокобелковую какой-нибудь продукт мясо рыба птица морепродукты можете 2 яйца взять можете там 100 150 грамм творога 100 грамм с ладошку или 150 грамм если с ладошку не наедаетесь вот и салат живой или тушеный то есть это овощи овощи выбирайте с низким гликемическим индексом до 40 то есть картошка не подходит и вареная свекла не подходит все остальное подходит скажите пожалуйста какая норма углеводов день низкоуглеводное питание это ниже 60 грамм углеводов в течение дня это низкоуглеводные если у вас нет лишнего веса если у вас нормальная талия 80 и меньше вы тогда не обращайте внимание на углеводы пожалуйста услышьте меня друзья худюшечки худюшечки тоже приходят в и читают книгу старости нет для того чтобы научиться питаться без дефицита белка и получить от меня достаточное количество пенделей для того чтобы заниматься физической нагрузкой потому что старости нет это саркопения а худющие люди это люди которые без мышц ходят и они тоже стареют за счет саркопении знаете есть такая поговорка пока толстый сохнет худой сдохнет да вот то есть ну как бы и тем плохо и этим плохо вот поэтому тут такое дело дальше здравствуйте можно вопрос если есть застой желчи 31 неделя беременности можно и может ли быть внутри печеночный холестаз и опасно ли это надо ли гнать желчь конечно может быть внутри печеночный холестаз том числе да безусловно вот смотрите начните с лицетина лицетин вам просто нужен для того чтобы строить головной мозг плода печень плода вашу печень и так далее лицетин просто он сделает желчь более жидкой подвижной он не желчегонный продукт просто сделать желчь более жидкой более подвижной и она легче будет уходить внутри печеночный холестаз если нет давления снаружи ну скорее всего нет ну 31 неделя беременности матка большая но не настолько большая что прям сдавливать желчевыводящие пути и так далее а вот скорее всего проблема в вязкости этой желчи вот возьмите ее поменяйте лицетин по 2 2 1 можете по 2 3 раза только начинайте потихонечку вот по одной с каждым приемом пищи потом по 2 с каждым приемом пищи надо да спасибо леночка но так лена что делать теряя костную массу вот юля спрашивает теряет костную массу искусственный климакс потому что да то есть как только выключается гормоны естественным путем женские половые или искусственным путем то конечно начинается начинается этот процесс который называется остеопороз сейчас у меня занятия целый день она как очень болят колени юля смотрите очень болят колени это и неправильная нагрузка на коленке может быть а может быть да и потеря костной массы вам лучше сейчас делать вот сейчас один раз сделать дэнцитометрию и посмотреть что там там нормальная костная масса минерализация до или остеопения недостаток костной массы или уже патологический процесс под названием остеопороз вот сделайте это так как у вас искусственный климакс а через два года перепроверите вот если будет плохо остеопения например ли остеопороз мы будем все эти два года работать по конспекту номер 12 юля это ваш конспект то ваш конспект полном объеме вот и через два года перепроверим насколько мы были эффективны питая вас просто пока я так понимаю никто ничего не делает да а то что прям только колени болят это скорее всего у вас неправильная нагрузка целый день на ногах в какой осанке вы на ногах целый день скорее всего это не потеря костной массы по крайней мере она не так выглядит знаете как выглядит потеря костной массы портится осанка походка и остеопаратические боли по ночам выкручивает особенно тазобедрен сустав вот как бы мешает заснуть вот это они они болят коленки немножко не та жалоб здравствуйте лариса леночка подскажите плиз при прохождении жкт молочкой и молоко содержащие продукции включаются тогда на завтраке выход только каши углеводы и а это углеводы и не сытно а там прописано все что можно и все что нельзя лариса почему а яйца что что с яйцами не так а вечером если у вас с вечера рыбка осталась или там креветочный завтрак себе сделать 100 грамм креветок подготовить вот или там с помидорчиками с огурчиками что тут такого вот но если вы любите сыр творог масло можно масло не даже даже коровье масло разрешено то что там не белка нет ни углеводов особенно нет вот сыр творог магазины нельзя а найдите пожалуйста качественные те которые вы знаете что это прям действительно фермеры делают ну вот и эти можно точно лена без паленка прям все точно сказала да хорошо иду дальше это и вопросики ищу друзья в ю тубе меня смотрит под этим видео есть ссылочка на книгу первая ссылочка 58 килограмм нужно ли еще снизить углеводы а рост кто будет писать и откуда же я знаю может быть у вас но скорее всего нормальный вес просто напишите рост и смотрите как как понять нормально никто не нормально давайте еще раз научимся нормально ненормально и понимать также сейчас я вернусь сюда и сюда смотрите все очень просто берете определяете свой тип телосложения большой палец и средний не указательные не безымянный большой средний обнимаете самую тоненькую часть своего запясть смотрите какой у меня захлёст у меня тонкая хубкость то есть я сеть я метр семьдесят четыре значит для меня для меня при такой при таком раскладе 74 метр семьдесят четыре минус 110 то есть я могу 64 килограмма весить это будет для меня окей ну так и есть прям хорошо ну вот если у вас пальчики только вот так вот достали ну то есть среднее телосложение не мелкая на среднем можете быстренько себе написать какой у вас тип телосложения и ваша норма вот тогда минус соточка например у меня метр семьдесят четыре если бы было так минус сто семьдесят четыре было бы нормуль если пальчики вы хотите друг до друга достать а не позволяет ну как у них не хватает да это плотное телосложение плотное телосложение но знаете норма стеники астеники гиперстеники и так далее вот и тогда ваш рост минус 90 минус 90 то есть тогда его в моем случае метр семьдесят четыре даже до 84 было бы нормально ну потому что другой тип телосложения вот вы можете также также ориентироваться на ваше 25-летие сколько в 25 лет весили вот туда вот туда желательно и двигаться просто выше писала ну друзья я сейчас на три источника вещаю я ваши посты могу просто не читать вот подскажите пожалуйста вес 61 рост 174 лишнего веса вроде нет питаюсь два раза в сутки в сутки низкоуглеводного питания пытаюсь придерживаться но не худеется но не худеется 39 лет не вернуть свой идеальный вес жизни вес 64 а хочет она хочет 58 друзья смотрите очень странно что вы ориентируетесь на вес вот такие девочки красивенькие девочки кто себя считает красивенькие смотрите у вас рост как у меня метр семьдесят четыре вес 61 это оптимальный вес ростовое соотношение то что вам взбрендило весит 58 это вам взбрендило и серьезно и это не грубость вот это не грубость но если вы видите на себе лишние жирики вот вы разделись убрали себя одежду подходите к зеркалу понимаете здесь рыхло здесь мне не нравится и так далее это значит одно вы должны пойти в спортивный зал показать себя тренеру желательно вашего возраста девочка который выглядит лучше вас вот и она вам скажет задницу подтягиваем это 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 вот здесь вот провисы убираем и так далее и ваш индивидуальный плант силовых тренировок плюс соблюдаете низкоуглеводное питание для того чтобы энергозатраты вы увеличите вы дадите аэробную тренировку анаэробную тренировку которая будет приводить к росту мышечной массы даже в покое больше по количеству мышечная масса будет сжигать больше энергии и при этом еще по низкоуглеводите то есть смотрите если вы красивая вы ориентируйтесь не на общий вес тело а на количество белка в смысле мышц в этом теле потому что вы красивые более красиво чем больше мышц в этом теле и вы менее красивая когда мышцы теряете с этого просто начинала а жир добираете тогда начинается висючки висючки на бедрах и так далее рыхлость целлюлитность медуза подобность чего вы абсолютно не хотите друзья еще раз говорю кто в оптимальный вес ростовом соотношении вы идете покупаете книгу старости нет чтобы у нас с вами наладился connect контакт покупаете себе анализатор структуры тела или найдете у подруги потому что она два раза взвесилась и забыла а вы можете за пол цены у нее выкупить и себе поставить он мой и вы себя контролируете вот вы уже занимаетесь целый месяц с тренером а мышечная масса не растет это значит неэффективная анаэробная тренировка или неэффективное питание где суточная норма белка значит добавляем белок и ставим перед тренером задачу мне нужна эффективная тренировка потому что я тебя контролирую и себя контролирую я готова работать мне нужна прирост мышечная масса значит это не анаэробная тренировка это значит не неэффективно для меня понимаете результаты друзья тело устроено очень легко очень легко так это я ищу вопросы как питаться если есть гипотиреоз низкоуглеводно если у вас есть лишний вес и есть гипотиреоз у вас другого выхода нет надо питаться низкоуглеводно потому что там патологически замкнутый круг чем больше вы наедаете жира чем дальше вы в инсулинорезистентности чем ближе вы к сахарному диабету тем тело вас считает больной человек а больной человек уходит в тканевую еще гипотиреоз понимаете вот поэтому тут такое дело мы упираемся у меня огромное количество результатов по весу у женщин с гипотиреозом все нормально на низкоуглеводном питании не забалуешь вы сытая вы довольная у вас закрыты вопросы по еде вам не хочется кушать вот и у вас потихоньку может быть медленнее чем у людей со здоровой щитовидной железой но идут результаты если а если психики пить не понимаю вопроса кок это вредно как выйти из кок правильно но почему вредно кок вы же наверное начали пить кок потому что не хотите нежелательной беременности на аборт ходить вредно кок пить не вредно с точки зрения контрацепции это у нас два варианта с точки зрения контрацепции либо мы пьем кок либо мы ставим триматочную спираль что тут непонятного все понятно все остальное ну так и шось ну смысле много детей знакомых это на почете знакомый ребенок это эротекс это порвался презерватив и так далее вот поэтому да будьте на кок если вы решили что все предохраняться вам больше не надо например развелись и пока бойфренда нет значит что просто допиваете эту облатку до конца и уходите с комбинированной оральной контрацепции вот яичники начинают работать самостоятельно вот и осторожно вы можете забеременеть вот такая история камень желчном что делать у меня есть конспект здоровья вы мне пишите в директ вот дайте пожалуйста конспект здоровья про желчекаменной болезни и вам мои помощницы дадут этот конспект здоровья его нужно использовать так долго как ну мы все по крайней мере шесть месяцев шесть месяцев потому что через шесть месяцев мы перепад пересмотрим ультразвуковое исследование на том же аппарате у того же доктора мы вообще эффективны или нет если не эффективно и но можете сказать но не сработало потому что мы можем быть эффективными мы можем смылить этот камушек мы можем сделать так если он крупный чтобы он развалился на те на такие части которые уже могут выйти самостоятельно боже спасибо большое такие приятные слова у меня пишите меня членки пишут что я красивая спасибо большое у меня удалили щитовидную железу вес увеличился на 20 килограмм с чем это связано с операцией гормонами или с неправильным питанием неправильное питание раз как только удалили щитовидную железу у человек уже не может питаться так как питался раньше не может потому что он был раньше он получал собственные гормоны а сейчас все такие химические аналоги которые классно работают но вас лечат скорее всего заместительную гормональную терапию делает только эутироксом или элитероксином т4 40 процентов людей имеют плохую плохой ответ на т4 в смысле плохой ответ из т4 тканях должно образовываться т3 другой гормон который вот реально рабочий а он 40 процентов людей плохо образуется из синтетического т4 ваш т3 плохо образуется вот из связи с этим каждая клеточка я недавно давала лекцию по щитовидной железы посмотрите на моем youtube канале зачем нам гормоны щитовидной железы чтобы они подошли к той самой митохондрии и завели ее чтобы это митохондрии сказала ну-ка дайте мне кислород дайте мне глюкозу я ее сожгу или дайте мне кислород дайте мне жир я его сожгу а так не происходит получается вы кушаете и откладываете вот до откладывали 20 килограмм надо ли вам идти на низкоуглеводное питание жизнь спасающие надо вам идти на низкоуглеводное питание можно ли у меня купить меню нет меню у меня купить нельзя у меня можно купить идею как создавать меню самостоятельно научитесь снизите вес можете создавать меню на базе низкоуглеводного питания и продавать его никогда никогда никто не заставит меня давать меню пусть диетологи работает меню я просто вижу чем это заканчивает пока человек работает с диетологом он вроде бы худеет стройнеет или что он там делает как только работа завершена все все возвращается назад потому что что не научили думать поэтому я меню не даю что я делаю я учу думать и не устану учить думать добрый вечер расскажите о синдроме жильбера а видите что делаем я всего всюду хожу с термосом попиваю теплую тепленькую водичку первое достаточное количество воды в том числе горяченькой второе регулярный прием пищи у вас не может быть пропущенного приема пищи не может быть одного двух прямых пищи через каждые три часа по идее нужно что-то есть если это не бьется с вашим весом значит три приема пищи в течение дня и можно и перекусы делать когда следить за тем чтобы грамотно корректно постоянно выделялась желчь для этого можно использовать желчегонные травы я использую репейник можно и нужно использовать те вещи которые меняют структуру желчи этом лецитин а регулярно используем при биотике при биотике потому что при биотике собирает на себя токсичный вот этот вот бельрубин то что токсичного бельрубина много потому что конъюгация нарушена потому что фермент генетический по козам а вот и так далее а смотрите друзья такие вот вопросы у меня есть короткие ответы на них а вы можете что сделать запросить или под этим видео найти или запросить в директе девочки дайте пожалуйста ссылку на регистрацию в интернет-магазин миспи вот потому что у меня там для вас желчегонная штука и лецитин который меняет структуру желчи вот и при и пробиотики там и так далее в общем все необходимое вы регистрируйтесь и получайте доступ к интернет-магазину и доступ к чату и миспи вопросы-ответы где отвечая на вопрос там повторяйте этот вопрос я вам подаю инструкцию просто у меня есть и конспекты здоровья конечно но вот такую инструкцию могу только в чате выдать нет еще в виде конспекта здоровья надо сделать так хорошо друзья у меня через 15 минут английский после программы только 21 сильно повысился показатель иммуноглобулины и стул несколько раз в день боль в правом правом боку что может быть что предпринять прям детокс 21 а вы вы у меня где-то в чате соответственно должны быть да можете дать посмотреть можете дать посмотреть несколько раз в день стул несколько раз в день боль в правом боку смотрите на детоксе мы занимались микрофлорой только только лишь это локла и бифидофилус флорофорс мы улучшали работу печени просто лицетин давали водичку с хлорофилом давали бурбулятор для лимб даже не знаю что бы могло приводить к стулу каждый несколько раз в день пишите мне еще раз может быть я еще вам дополнительные вопросики позадаю вот и поотвечаю и ну просто интересно зачем смотрели иммуноглобулины еды еще в повторе то есть у вас есть какой-то храни какой-то аллергический процесс есть потому что обычно люди не смотрят иммуноглобулины е а сложные углеводы только на обед или на завтрак тоже можно все зависит от вашего веса если хотите убирать лишний вес то на завтрак мы себе углеводы не даем не даем разве что те что с низким гликемическим индексом до 40 и по обеду точно такая же ситуация